все видно слышно запись пошла экраном делюсь вот то что мы видим причем сразу обращу внимание что эта ситуация когда на экране у меня три разных героя но первый из них это вообще говоря серая черепашка которая про которую мы только знаем что она есть никто ей не руководит вот и у нас есть два персонажа которые прямо вот уже сделали туда вошли а а сам проект в это время мы про него тоже знаем что в нем у нас есть коллабораторы то есть люди которые к нему подсоединились и которые могут параллельно со мной совершать в нем действия о которых мы там можем договариваться можем значит не договариваться а я сейчас обращу внимание я надеюсь что это тоже видно у всех на экранах что вот я например а в тот момент когда щелкнула по экрану а в вернее как щелкнула по зеленую флажку мой агент надел на себя костюм летучей мыши и он в нем собственно собирается и летать кстати говоря я хочу наверное в него же добавить еще один костюм чтобы он не было два и я потом смогу каких-то вещь совершать мне пока важнее показать а что я знаю о других вот я про про себя могу какие-то вещи знать ну например я могу сказать покажи мне что я думаю про себя я про себя знаю что я вот такая летучая мышь а что я могу знать про своих соседей или например про другие справит у нас же есть другие справит я могу на них тоже посмотреть и сказать да у меня есть там два соседа про которых я знаю что один из них вот одна зеленая а второе другое а при этом сейчас я попробую за одной сохранится и спрошу а когда вы смотрите на экран вера дмитриевна вы видите то же самое и когда ваш герой например думает про себя и про меня то он про меня думает как про какую-то непонятную черепаху или как буквально про а летучую мышь да к сожалению как при черепаху синего цвета то есть даже когда вы говорите ему подумай про моих соседей да да вот я нажимаю синька май а за спрайт и он выводит мне ну да вот такую же какую-то табличку как у вас возле летучей мыши на верхнем спрайте карта а на нижнем спрайте синий синяя стрелка черепашка а на верхнем спрайте карта потому что у нет и карту я уже убрал а он все равно должен не обновиться секундочку надо просто понять честно поймем а как чуть дальше все вылетела после обновления а он я обновила страницу он мне открыл другое сейчас а как мне теперь вас найти то снова так смотрите вот секундочку давайте мы вот у меня коллабораторы давайте я вас еще раз приглашу но он меня пригласил в предыдущую версию вашего проекта где свечу костюм и так далее а вот сейчас я вас увидела здесь как летучую мышь на карте так а себя я почему-то увидела вот так в другую без костюма но это надо это я сейчас поправлю вы бросите себе какой-нибудь костюм чтобы понять а как происходит вот это обновление как мы меняем ну да да вот странно пусть будет яблочко яблоко красное а вы его сохраните на всякий случай а я его наверное открою сохранила он секундочку вот я его открываю и так вот там про бабочку есть а это который я сначала выбрала сейчас я яблоко еще взяла костюм а то есть какую-то прежнюю версию я открыл так секундочку еще раз открываю и он мне говорит какая это версия но буквально все а вот мы наверно синхронизировалась да теперь я тоже вижу яблоко а вижу карту да да у нас с вами все прям один к одному абсолютно то есть спасибо мы научились это делать так и переключу так чтобы она нам не мешала у нас собственно говоря три объекта с которыми мы можем здесь взаимодействовать давайте мы еще спросим наших коллег может быть кто-то к нам подтянулся и мы можем работать не вдвоем потому что виктория сергеевна уже с нами была и вроде как она даже у меня там в друзьях и приглашу приглашу приглашена в коллабораторы давайте мы ее попробуем тоже не к нам призвать а пока а да а еще я хотел вот что сделать а как мышь вот я мышь и хочу подумать а кто у нас есть да я у себя вижу что у меня есть черепаха которая там у нас первая была и красное яблочко я это вижу на экране я думаю что вера сергеевна в это время вера дмитриевна видит меня в своих других спайтов тоже и в общем мы можем как-то уже организовывать это взаимодействие давайте мы потратим две минуты на обсуждение может коллеги тоже нам подскажут а какие действия мы могли бы организовать но с тем чтобы работая над этими двумя спрайтами мы могли бы их поведение параллельно разрабатывать ну в соответствии с каким-то сюжетом который может быть предложен вот но самое простое что сразу видится это там летучий муж мышь может поворачиваться в сторону там другого костюма вот ну может быть двигаться к нему а может быть там двигаться от него вот ну это вот вопрос на такую параллельность действий так я уйду кстати говоря в свой спрайт и мы можем заключить там соглашение что каждый редактирует только свой ickers а Да, и сразу мы видим отличие в дизайне. Нас не дает нам возможности создавать нам коллекцию наших собственных команд, но тем не менее мы можем создавать новые блоки. Находить, прятать. Так, стоп. Да, нет. Не можем мы создавать новые категории. Евгений Дмитриевич, я правильно понимаю, что в блоке Point to Woods нужно выбирать кого угодно, кроме себя. Да, себе невозможно, я думаю. Это же как бы он... Нет, неправильно я сказала. Выбирать другого пользователя, не клик, не мышью или что-то еще, а именно выбрать что-то относительно другого пользователя. Нет, неправильно. Это нас вводит в заблуждение, что наши спрайты именованы таким образом. Мы сейчас с вами... Давайте мы переименуем свои спрайты, чтобы это нас не путало. Нет, но теоретически же можно выбрать рандом позишн. Это да. Не, не, не. Я вот про что. Смотрите, ваш, безусловно, может выбирать какой-нибудь рандом. А я в своей стратегии руководствуюсь тем, что я поворачиваюсь в сторону яблока и лечу за ним. Ну, например. Вы можете выбрать другую и лететь как раз все время от него. И тогда мы как бы получим простейшую анимацию, в которой будет происходить взаимодействие наших персонажей. Так, так, так. Думать я ничего не буду. Пока. Вот. И, наверное, еще одну вещь я совершу. Субтитры создавал DimaTorzok Я его сделала так, чтобы он метался тут по всей европейской части России и поворачивался при этом на 45 градусов. Так. Постойте. А вы его как-то запустили уже, да? Я же его... А могу я на него посмотреть? Да, могу. Более того, я могу даже его запустить. Он там стремительно мечется. Ну, единственное, что, во-первых, то, что он поворачивается, никак не отражается на его действиях. Потому что... Сейчас я скажу, что мне в этом во всем не нравится с точки зрения здравого смысла. Он поворачивается куда-то. То есть, по-хорошему, если я поменяю в нем иди в случайное положение, то ничего не изменится. Он, собственно говоря, будет точно так же имитаться и очень быстро. Ну, вот. Ну, я попробую... Да, вот, кстати говоря, давайте я теперь про мышь. Что мышь у меня в любом случае будет поворачиваться к вашему агенту и двигаться за ним. Но поскольку ваш агент сейчас будет совершать движение бесполезочное по всему экрану, то ничего доброго мы пока не увидим. Потому что мышь у меня сходит с ума. Она все время крутится своей головой. А яблоко просто очень быстро мечется. Давайте вы как-нибудь подумайте про нее, чтобы она... Чтобы это яблоко было не таким стремительным. В нем какая-то логика была. Ну, то есть, оно... Может, конечно, где угодно вырастать, да? Но... Может, у него какая-то другая... Ну, там, какая-то более... простая для мышей стратегия. Вот. А я пока подумаю про мышь и напишу ей условия, что если она, например, касается яблока, то она это яблоко будет останавливать. Субтитры создавал DimaTorzok и что застал... КОНЕЦе Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Еще одна важная вещь в контроле, это я, наверное, могу сказать, что я могу остановить все, что происходит на экране. Продолжение следует... Так. А, он идет в центр, и там крутится. Понятно. Да, я про центр забыла сказать, извините. Так. Секунду. А, он крутится. Там на самом деле, вот в первой его момент... А, он именно туда идет. Тоже на самом деле, смотрите, давайте я покритикуюсь с точки зрения того, что мы делаем. Он не должен каждую секунду идти в центр. По-хорошему, мы должны ему сказать, когда мы на тебя кликнули, то ты идешь в центр, потому что он же потом никуда из него не уходит. А уже потом, пожалуйста, ты можешь себе крутиться. Да, 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 да. Имела в виду это, собрала неправильно. А, ну да. Ну вот то, что сейчас происходит, я поправил, хотя не должен был, конечно, полезать. Уже спрайт по договору. Но, тем не менее, влез. И, кстати говоря, не знаю, как это отразилось на вашем-то, пока мы не сохранили. Наверное, я попробую тоже сейчас сохранить. Но само действие достаточно такое. Так. А вот сейчас я его сохранил. У меня крутится на экране яблоко. Я его сейчас остановлю. А если я запущу сейчас и то, и другое, то вот крутится яблоко, летит к нему летучая мышь. В тот момент, когда она коснулась, она написала «касается яблоко». Но, к сожалению, мы пока не сказали ей, что нужно всех остановить. Но сейчас я, наверное, попробую ей это сказать. Так, так, так. По-хорошему я должен это сделать через пауз. О, нет. Да. Да. И я могу это сказать здесь. Ну, как остановить все, либо я могу... Наверное, да, остановить все. Это приведет к тому, что у меня вся наша деятельность тут остановится. Ну, понятно, что происходит. Мы тут-то. Вольно. Так. А, единственное, что я хочу, чтобы он у меня был не в центре. Ну, вероятность такая есть. Ну, точно так же мы ему говорим «встань куда-нибудь». Единственное, что не прозвучало, он фразу не сказал. А почему? То есть сначала он должен сказать, а потом остановить. Ну, может быть, стоп-пол говорит ему и прекрати что-нибудь говорить. Ну, вот смотрите, такая простейшая модель, в которой мы увидели, что мы можем вдвоем или в большем количестве людей собирать конкретные проекты и сохранять их на... Ну, вернее, как, организовывать совместные действия по поводу того, что могут делать наши герои на площадке. При этом обратите внимание, что мы точно так же, как и в снэпе, можем выбрасывать сюда новых героев. Ну, то есть пока мы доставали их из сусеков самого снэпа, либо самого скритча. Ну, в принципе, сейчас я просто это продемонстрирую на каком-нибудь примере. Из готовых библиотек, если нам понадобится какой-нибудь новый герой, то мы просто берем его картинку и вбрасываем его сюда же. Ну, и вот... А, то есть единственное, что я его бросил как конкретного героя, поэтому удалю. А в целом это действие, когда я говорю, создай мне нового объекта, и к этому новому объекту сразу, например, добавляю, что он у меня... Так, а у нас там летучая мышь. Например, какая-нибудь... Прекрасная бабочка, которая тоже тут... Заодно и попробую ее на русском назвать. Вот. Ну, и это позволяет нам, на самом деле, организовывать параллельное такое выполнение команды над этими объектами. с которыми можно совершать чудесные вещи. И смотрите, коллеги, мы можем, например, сейчас сделать маленькую паузу, эту запись сохранить, если мы не хотим добавлять туда ничего больше и ограничиться этим нашим умением. Либо мы можем чуть-чуть пораздвигать наши рамки проекта, посмотреть, что происходит. В том случае, если... Так. Интересно, а почему? Вот сейчас он показывает мне именно как нужную мне летучую мышь. Вот. Да. Ну и при этом давайте я чуть-чуть проект с летучей мышью здесь расширю в возможностях. Понятно, что лучше бы мне не только поворачиваться, но и еще... Так, так, так. Я бы... В костюмах... Спасибо. Чуть-чуть я сейчас замедлю свою мышь. Пока из недостатков я вижу, что она не говорит касание яблока. Она просто сразу все прекращается, она не успевает это сделать. Но тем не менее, вот такие вещи на совместное программирование, на совместное создание, когда у вас прямо и вы в группе можете это делать и можно собирать коллективы под создание коллективных проектов. Во многом это развивает идею прошлой нашей встречи, когда мы обменивались сообщениями внутри. А коллеги, если кто хочет к нам присоединиться внутри, то мы можем эту возможность сейчас пока еще давать. А в целом я думаю, что мы зафиксировали, как это работает, как и через какие блоки это может происходить. Еще раз про них скажу. Внутри NetsBlocks есть инструмент друзей. Во-первых, и мы можем там их находить, приглашать и призывать. И звать себе новых. И мы можем, создав проект, звать туда коллабораторов из числа наших друзей. И когда мы даем им эту возможность, они становятся такими же редакторами нашего кода, как это делалось в гугловых документах. Собственно говоря, и вики так устроено, что каждый может редактировать общую страницу. Вот. Этот важный момент мы прямо сейчас зафиксировали. И мы, наверное, сохраним его как отдельное видео, чтобы потом можно было к нему обращаться и с площадки можно было бы это делать. Я поэтому здесь запись остановлю. Это тоже остановлю. Буквально с тем, чтобы включить ее дальше, чтобы она была у нас отдельным куском, который можно будет в площадку вставить и потом показывать и говорить, а как, что делать в том случае, если мы работаем с... ... ... ... ... ... ... ...